С лёгкой руки Сергея Мотовилова город Родники теперь знает вся страна. Это он снял видео, как в День Победы после торжественных речей администрация забирает с мемориала только что возложенные венки. Именно вот этот венок был унесён 9 мая этого года. Что подтверждает видео? Видео очень быстро разлетелось в сети. Народ негодовал и требовал наказания за такую варварскую экономию Родниковской казны. В складбище вообще ничего не уносится. Это не по-христиански, по крайней мере, а память погибших воинов. Тем более то, что говорит администрация на всех предыдущих мероприятиях. Восхваляют там и всё такое прочее. А это не поддаётся никаким словам. Это на мой взгляд. И на взгляд моих друзей, которые были в этот момент вместе со мной. Сергей Матавилов снимал в этом году намеренно. Ведь уже не первый раз он видит, как 9 мая после торжественных мероприятий венки забирают на сохранение. Найти здравое объяснение такому подходу к делу просто невозможно. То, что администрация, надо экономить деньги на всём. Поэтому показывают то, что она всё делает для города, а на самом деле делает в этом экономию. Как это? Зачем положили, а потом взяли? Ой! А зачем забрали-то? Куда их забрали-то? Ну, видимо, на сохранение. Ну, так сохранять нельзя. Неприятные истории просто. Нельзя так поступать, конечно. Венки возложили на адрес на месте. Узнав о случившемся, губернатор уволил заместителя главы Родниковской администрации по социальным вопросам. Однако сначала ответственность была возложена на руководителя Центра детского творчества Елену Коллегову. Якобы по её отмашке венки забрали. В итоге, крайней во всей этой ситуации женщина не осталась. Но, тем не менее, 20 мая уволилась по собственному желанию. Она и до этого подавала заявление об увольнении, поэтому я не могу сказать. То есть, не факт? Причину я не могу сказать вам. Из-за двух неказистых венков, которые, кстати, теперь на месте, сразу две жительницы родников потеряли работу. Теперь любовь к экономе пригодится им в введении семейных бюджетов. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.